Добрый вечер! Добрый вечер! И, наверное, такой вот... Это наш русский праздник? Он стал, наверное, потому что, собственно, сами события были, там, участники наши славяне еще до крещения Руси. То есть это было нападение на Константинополь народов славянских, северных народов. Окружили Константинополь, и вот внутри, в городе есть такое предместье в Лохерне, там был храм в Лохернский. Лохерн – это город? Ну, это вот предместье Константинополя. Значит, соответственно, в этом храме шла так же, как вот и мы будем это совершать с четверга на пятницу, всеночные бдения. То есть мы-то служим его вечером с четырех, где-то там до полвосьмого, а они служили всю ночь. То есть попозже начинали. Ну, как называется, всеночные. Всеночные, да. Всю ночь шла служба, а утром уже литургия начиналась. Вот. И там участниками этого богослужения, молящимися, в храме стояли блаженный Андрей Христа, радио-еродио, его ученик. И удивительным образом им было явление Пресвятой Богородицы, когда они увидели под кополом храма Матери Божией в окружении ликов святых и архангелов-ангелов. И она спустилась в алтарь, в алтаре встала на коленочке перед Престолом Божиим и долго молилась. И после этой молитвы она вышла на Амвон, откуда батюшка проповедь обычно говорит, и сняла с себя покров, то есть плат, и как бы так вот расстелила его на своих руках над народом, молящимся в храме. И это видели только, конечно, Андрей и его ученик, но потом они все это рассказали, и это разошлось везде по всему Константинополю, как преддверие спасения от нашествия варваров. И действительно, утром, когда воины взглянули на прилежащие территории Константинополя, скрепостных стен, они не увидели врагов, они утром все снялись и ушли. А варвары, получается, мы были? Это мы были, да, те самые варвары, потому что мы крестились в 988 году, Киевская Русь приняла крещение от князя Владимира, а Андрей умер в 938, по-моему, году, то есть за 50 лет до крещения Руси. Соответственно, он видел это явление Божьей Матери, как минимум за 50 лет до крещения Руси, соответственно, мы еще не были крещеными. То есть, получается, у Господа нет ни национальности, да, есть православные, да, русские там и другие? Да, это даже апостол Павел сказал очень просто в одном из своих посланий, что во Христе нет ни эллины, ни римлян, ни иудея. То есть, во Христе мы все равны, и национальности не играют роли, потому что, ну, как во Адаме, все человечество объединяется, то есть у нас один предок, один отец и мать, Адам и Ева, или как в Ное также были три брата, Сим и Афет и Хам, но отец один. Соответственно, вот все народы, которые произошли уже в дальнейшем от Сима и Афета и Хама, они все, собственно, родственники по Ною, по Адаму. Но здесь это по плоти, если говорить, да, плотское такое родство, а если говорить о христианах, то мы все, для нас всех новый Адам Христос, то есть он первый воскрес из мертвых, и он проложил всем дорогу, Царство Небесное, своей мученической смертью на кресте. Соответственно, Христос – это тот новый Адам, в котором мы все также родственники уже духовно. Всякие крещаемые во Христа, во Христа крестистисися, во Христа облекостисися. То есть мы облекаемся духовно во Христа, и стираются те самые грани национальности, плотские грани, то есть мы становимся единодушны, единомысленны и единоверны. – А у духовного мира он один язык, то есть Господь на русском языке, да, вот мы скажем, Господь на русском языке говорит, мы понимаем. То есть вот мы, если плотские телесные, то мы можем не понимать друг друга, да, множество языков, а наши души, то есть все на одном языке. – Да, конечно же, да и, собственно, до смешения языков при вавилонском столпотворении, до этого момента, ведь один язык был на всей планете Земля. Это потом Господь наказал народы за гордость их, за то, что они восстали против Бога, и разделил на языки. – Эту башню, когда остались? – Да, да. Кстати, фундамент этой башни до сих пор там в Месопотамии находится, то есть археологи его раскопали, этой великой башни. Фундамент сохранился. И только с этого момента пошло разделение языков, национальности и прочего. А до этого был один народ по всей планете Земля, и у всех был один язык. – А какой неизвестный? – Ну, сейчас мы не можем сказать, какой он был, но те древнейшие языки, арамейские и прочие языки, которые вот восходят к послепотопному восстановлению рода человеческого, то есть тот язык, на котором говорил Ной, вот, наверное, он самый близкий к языку, тому единому языку, про-языку, о котором и лингвисты говорят в том числе, потому что они тоже видят, отслеживают, что есть родственные в языках пересечения, и есть какие-то единые такие основания всех языков как бы в одном целом. Но какой он был, мы не знаем. – Да, у святых описывается, да, явление Богородицы, когда она приходила, ну, к преподобному Серафиму Саровскому, да, приходила, там, в сопровождении, там, ну, допустим, апостолов, да, каких-то, там, Иоанна Богослова, там, Иоанна Крестителя, вот. Ну, здесь, в данном случае, больше, наверное, таких нету в истории, да, свидетельствует, когда вот с таким соном ангелов в такой славе Богородица явилась. – Ну, здесь мы читаем, Сергей Радонежевский являлась Богородица, и она Богословом Серафима Саровского она просто одна являлась и показала, прошла вот по той тропинке, где канавку потом преподобный Серафим заповедал ископать дивейским сёстрам, собственно, по этой канавке мы и сейчас ходим, то есть это та дорожка, по которой прошла Богородица. Ну, и другим святым также являлась Матерь Божия, но такой сон, конечно, святых и ангелов, и архангелов, конечно, вот не каждому может быть явлен, и Андрей, он заслужил это теми подвиги, которые он нёс. Он же был юродивым, а юродивы – это люди, которые, невзирая ни на что, пребывают только в исполнении воли Божией, то есть они отрекаются даже от собственного разума иногда, то есть они во время холодов раздетые могут ходить, и во время жары, наоборот, одеваются в какие-то хламиды. Они терпят поношение, избиение, поругание, потому что они, говоря правду, многих обличают, и эти люди говорят «да ты сумасшедший», и начинают их бить, ругать, поносить. И таким образом, конечно же, терпя нападки от людей, от стихий, от природы, некоторые терпели даже, юродивы, даже таких насекомых всяких, клопов и прочих, которые с ними, вшей, с ними ходили, даже один из её, сейчас не вспомню, как её имя, он, приходя в дом, его пускали, особенно зимние, холодные ночи, чтобы он в доме погрелся, предлагали им там полежать, и, видя ползающих по нему вшей, думали, ну всё, теперь мы все за вшей, то есть от него вши перейдут к нам. На что он говорил, мои вши к вам не перейдут, они мои. Действительно, ни одного насекомого после него не находили, то есть вот такой интересный момент у одного из юродивых был в жизни. Поэтому, терпя вот эти все невзгоды, конечно же, юродивы заслуживают особого почтения среди людей и особого благоволения к ним Пресвятой Богородице и всех ангелов, архангелов и святых угодников. Ну, такой подвиг, наверное, они не самовольно решаются, да? Наверное, какие-то будут откровения, чтобы они дальнейшие? Ну, действительно, это, естественно, не может произойти по своеволию, по самомнению. Человек вот решит, ну всё, я теперь вот с завтрашнего дня, с понедельника я начинаю юродствовать. Нет, это, конечно же, даже не человеческое решение, а Божие. То есть сам Господь тем или иным образом открывает каждому человеку свою волю, ну, кому-то быть преподобным, то есть в чине монашеском подвизаться, кому-то в семейном спасаться устроение, кому-то юродивым быть, кому-то мучеником. То есть каждому своё. Ну, как мы видим, избрание апостолов. Ведь много было людей в Израиле, но Господь лишь 12 избрал апостолов, и их лично призвал к этому апостольскому служению. Так и других он также призывает кому-то мысленно, кому-то явлением своим, как апостолу Павлу, например, когда он гнал христиан, Господь сам явился. И, ну, прочие различные моменты житий святых вы можете сами почитать, и вы увидите, что каждого из них призывал Господь по-своему. А вот конкретно про Андрея, которым явилась Богородица. Андрей, он был юноша, был в рабстве у сановника Константинопольского, служил ему, трудился у него. Был разумный, был красивый юноша, и, собственно, этот вот сановник Феогност, даже имя его сохранилось, он к нему благоволил, он его, так сказать, привечал, и даже дал ему обучение Священному Писанию, потому что он был славянин, сам Андрей, и, ну, конечно же, с детства он этого ничего не знал. И после того, как он образовался, образование получил по Священному Писанию, он пошел уже по духовному развитию, по стезе духовной. И Господь ему сказал, что вот ты должен юродствовать, чтобы исполнять мою волю в течение всей своей жизни. За это я тебя награжу. И даже показал Господь ему вот те венцы, которые будут уготованы всем угодникам Божиим, и в том числе и ему будет также венец за то, что он потрудится в таком вот в чине, очень сложном чине юродствования. И до него, наверное, было открыто, да, то, что к чему мы все идем, ну и как не дойдем, что все это тленно в этом мире, да, приходящее. Ну, конечно же, человек, когда встает на духовный путь, он понимает, что своим взором, уже духовным взором, он видит, что все здесь тленно и все здесь заканчивается, да. Как царь Соломон сказал, все суета-сует, все только томление духа. И также и Андрей это увидел, Господь ему это показал, что в этом мире нужно стремиться к горнему, к духовному, к вечному, а не цепляться за вот эти вот мимолетные материальные блага, которые так или иначе отнимутся либо болезнью, либо там смертью, либо еще какими-то там людьми. То есть в любом случае это все, ну, либо просто моль съест, там, тля, тлит, да, и ржавчина разъедает. То есть все, что здесь у нас есть, оно все подвержено разрушению, кроме духовных качеств. Это им было открыто и еще и сказано, что тебя удостоит Господь венца небесного царствия, где ты войдешь в него, если будешь служить и слушаться Господа. И вот удивительно, да, то есть праздник не наш, не у нас был, как бы, да, но прижился-то он в России. Вот, наверное, все-таки то впечатление, которое получили наши варвары, еще, так сказать, предки, еще некрещенные предки, от этого чуда, когда Матери Божией их отогнала от города Константинополя, наверное, оно где-то там прижилось в наших генах, и вот так мы покров почитаем с тех пор, до сегодняшнего дня, что мы понимаем, что действительно это один из величайших праздников, что под покровом Престой Богородицы мы жили, живем и будем жить. И ни в коем случае из-под покрова нам нельзя удаляться. Это даже было показано, ну, покров Божьей Матери, у нее же два удела. Вот это Афон, Святая гора Афон и российский, да, удел. И вот одному из афонитов было показано, что за грехи монашеские покров Божьей Матери отодвигается с горы Афон, и потом сам этот монах увидел там, где в сонном видении он видел был убран покров Престой Богородицы, там напали турки, там напали католики, и те монастыри, которые из-под покрова вышли, были захвачены, разрушены на какое-то время. Ну, потом по молитвам, через покаяние, покров вернулся, и это все восстановилось. Вот то же самое и с Россией, что покров Престой Богородицы, надо молить Матери Божьей, чтобы он над нами сохранялся, и тогда наши, ну, такие спокойные времена тоже будут сохранены в нашем Отечестве. Ну, и, наверное, если бы не было явлено чудес, наверное, все равно не сохранилось бы столько времени. Ну, каждое поколение может говорить о том, что Матерь Божья помогала в устроении нашего государства. Это явление иконы, там, Казанской, например, да, когда в Казани была явлена икона после того, как это все пришло в государство российское. Как эта Казанская икона шла с различными войсками в различных войнах и помогала, в том числе в Великой Отечественной войне, когда Москву облетели с Казанской иконой на самолете вокруг города Москвы, и немцы так и не смогли ее взять, и Москву. Соответственно, это каждая война, это каждый раз покров Престой Богородицы через какие-либо чудеса сохранял наше Отечество все-таки недвижимым, непобедимым. И даже в какие-то смутные времена, будь то там польско-литовское нашествие, когда также Казанская икона Божьей Матери вошла в Кремль вместе с Минино-Пожарским, или будь то 12-го года французская война с нами, Наполеона, или прочие войны, мы везде видим, что Матерь Божья нам помогала, помогает и будет помогать. – Да, много случаев во время Великой Отечественной войны, когда являлась, да? – Ну, если брать личные какие-то воспоминания таких вот солдат, то, конечно же, это можно бесчисленное количество раз говорить, что помолился, там вот с иконочкой, допустим, взятой там мама, благословила своего сына, здорово, прям прямая есть такая история. – Да, Архимандр Алипий Боронов, да, это вот есть настоятель. – Да, Псково-Печорского монастыря, настоятель, он прошел войну в офицерском чине. – Был неверующим сначала, да? – Неверующий был, ну, офицеров, верующих обычно в советское время не ставили, то есть поэтому он был, ну, может быть, даже и коммунистом был, я уж сейчас не вспомню, да. Но, тем не менее, мама ему дала иконочку и сказала, если будет трудно, помолись, Матерь Божья тебя сохранит. – Действительно, он попал со своим отрядом с солдатами в окружение, и с трех сторон были просто немцы, с одной стороны болото непроходимое, по которому никто не знал, как, где, куда идти-то, чтобы не утонуть. И он подотстал, отряд шел впереди, он замыкал шествие, и он чуть-чуть приотстал, помолился, достал эту иконочку, вспомнил о ней. В трудное время, как Матерь сказала, мама ему сказала, что в трудное время, вот, когда, если наступит, помолись. Вот он здесь помолился, и действительно, когда догнал свой отряд, там была старушка, которая спрашивала всех, ну, что, сынки, вы заблудились, что ли, да, как же, ну, давайте я вам покажу дорожку вот через это болото. Вот, и она их провела, когда они перешли болото, она исчезла, вот, без следа исчезла. Она еще ему сказала, что мне будешь служить, да. Да, а когда он с ней беседовал перед этим, он говорит, ну, как вам все-таки, отблагодарите-то вас вот то, что вы нам сейчас вот показываете тут, собственно, дорогу. Она говорит, ну, ты мне всю жизнь будешь служить еще. Ну, и так и получилось, он в Псково-Печерском монастыре, Матери Божией, все время кафе степел, молился. Ну, и вот тоже у нас современные тоже случаи есть, вот сейчас в таких социальных сетях тоже случаи облетело, я попрошу режиссеров нам поставить видеоряд. Богородица Пресвятая спасла экипаж БТРа. От прямого попадания, да, снаряда. Вот иконочка снутри расположена. То есть просто бумажная иконочка с надписью 90-го псалма сзади. Вот солдат. Ее сейчас снимает, чтобы показать. Мы видим, просто скотчем она прикреплена. Это башня, да, БТРа? Это башня БТРа, там броня, ну, она совершенно тонкая. То есть от снарядов она не может устоять. Вмятина мы видим, вмятина от снаряда, которая остановила бумажную икону с 90-м псалмом. Казанская икона Божьей Матери. Как это объяснить? Ну, с точки зрения военной, это невозможный факт. Это просто нонсенс. Как можно не пробить броню БТРа снарядом? Она тонкая, она защищает только от пуль. То есть от снарядов она не может спасти. Так что помощь Богородицу во все времена. Да, и сейчас тоже это все происходит. Вот в дни Богородичных праздников всегда на богослужениях читается отрывок о сестрах Марфи и Марии. Вот я предлагаю сегодня прочитать, и потом мы с вами будем толковать. Это Евангелие от Луки из главы 10 стихи 38-42 и из главы 11 взят 27 и 28 стихи. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отымется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно слышащие слово Божие и соблюдающие его». Как связано с Богородицей? Ведь Мария там же не Богородица. Ну да, казалось бы, в чем же тут, почему? Но дело в том, что, конечно же, Господь от Матери Божьей обрел и тело, то есть в очреве Матери Божьей сплелось, соткалось тело Христова, человеческого естества. То есть кровь, да? Кровь, да, мышцы, кости, все. И Матерь Божья ему дала это тело, которое Господь, так сказать, вочеловечившись, носил на себе. И в то же время, конечно же, Матерь Божья не могла этого сделать, не послушавшись ангела, а через ангела самого Бога, когда Господь сказал «Все в очреве приимешь». И мы, конечно же, здесь видим как бы две различных таких точки зрения на служение Богу. Первое – это телесное служение, а второе – это духовное служение. Матерь Божья ведь всю жизнь слушалась воле Божией, и ответ ее ангелу был какой – «Серба Господня, да будет не по воле Его». И здесь мы как раз видим очень яркое воплощение вот в этих двух сестрах двух этих начал – плотского служения и духовного служения. То есть Марфа, она вот еде телесной пеклась, стол накрывала и не слушала Бога. Ей было не до этого, она в суете вся была, так сказать, занималась таким организационными хозяйственными делами. – Видимо, внеплановый был, да, какой-то вот визит. – Ну, Господь, конечно же, тогда не было там телефонов или там каких-то почт. Господь, Он шел и зашел в это селение, рядом находящееся с Иерусалимом. Конечно же, никто не знал. Обычно впереди, если только мальчишки бежали, то они там, ну, на несколько, там, 10-15-20 минут обгоняли и возвещали, что вот идет, идет. Здесь то же самое было, и мы, конечно же, видим, что внезапно нужно было накормить, там, ну, несколько десятков человек, я так понимаю, то есть 12 апостолов, Господь, и еще вот там и женщина, которая потом воскликнула, что блажено чрево, да. Вот, и, конечно же, Марфа, может быть, даже ужаснулась, где их рассадить, чем их накормить, как это все организовать, то есть она вот этой суете, такой паники, панической суете, она всем этим занималась, и вдруг натолкнулась взглядом, что Мария, ее сестра, она даже в ус не дует, что называется, она сидит просто у ног Спасителя и слушает то, что Господь говорит. Ей вот все равно, вот как, что же такое-то? Я вот тут, так сказать, понять-то ее можно. Да, взмыленная, да, нашусь, так сказать, все это делаю, а она вот в себе сидит и слушает просто Господа и ничего не делает. И она возмущенная, так вот прям, слышно это в ее словах, Господи, ну как же так, ну вот скажи ей. И она даже, да, не зовет Марии там сказать на ушко, давай, помогай мне. А она так Господу сразу, да? Да, сестра вот она, ну что же она? Она даже ее по имени не оставила. Не называется. Да, то есть не Маша там, не Мария меня оставила, а сестра-то меня одну оставила. Это как в семейных ссорах, там тоже такое бывает, да, по именам, скажи вот ей, иди, передай. Да, так и есть. Ну и здесь она так же сказала, скажи ей, чтобы помогла мне. Мы видим в этом возмущение и ропот такой Марфы и удивительное отношение к этому Господу. Господь, конечно же, и Марфу любил, и Марию. Мы в других местах Евангелия читаем это, когда Лазарь заболел и умер, он пришел к ним и воскресил Лазаря, и там написано, что он любил Марфу и Марию, и Лазаря любил. Даже больше там написано, что Марфу и сестру ее, да? То есть так вот там. Да, да. И поэтому он, конечно же, относился к ним каждый с любовью, но здесь он Марфу, можно сказать, так сказать, одернул и показал ей истинные ценности в своей фразе, что Марфа, Марфа, ну что ж ты суетишься и там и печешься о многом? Вот Мария благую часть свою избрала, то есть и которая у нее не отнимется, то есть я не скажу ей, чтобы она шла с тобой и помогала тебе в твоей суете. И это был шок такой. И даже Господь, получается, смирил ее, потому что у нее же было превозношение, получается, она-то вот стремится, все делает. Ну да, то есть это, так сказать, бездельница сидит, ничего не делает, она только там слушает, а я вся вот тружусь, то есть явное такое превозношение и себя показывание, что она напрашивалась на похвалу, как минимум, а то еще и на укор своей сестре, чтобы ей показали, поставили на вид, что она такая лентяйка якобы. Но здесь мы видим совершенно другое отношение, и вот в этом мы как раз видим то, что в Богородице сосредоточение и телесного служения, и духовного служения Господу. Телесное служение Марафы тоже принимается? Господь принимает всякое служение, и даже, как мы в другом месте в Англии считаем, что даже вот стакан холодной воды, данный во имя Мое, он не останется без награды. Да, это тоже уж... Ну что тут стакан налить, воды попить? Да и сам Господь тоже служил апостолам. Сам Господь ноги омывал, и, конечно же, ходил вместе с ними, труждаясь по всему государству израильскому, из города в город. Это тоже служение. То есть он тоже и телесно совершал это все. Ну и мы помним, как накормили пять тысяч человек двумя рыбами и пятью хлебами. Это же тоже служение, телесное служение людям было. И рыбой, там чудесным ловом рыбы, мы в прошлый раз об этом говорили, также Господь служил апостолам. Он понимал, что человек не может без еды, без каких-то таких вот элементарных моментов... Господь сказал, что я пришел послужить. Да. Поэтому Господь тоже телесно служил, но и в конце концов Он кровь пролил телесно. То есть не как-то там виртуально, да, как сейчас это называют. Нет, он действительно был распят на кресте, действительно был копьем пронзен, его ребра пронзены копьем, действительно кровь истекла, и все это было телесно. Но везде и всюду Господь сопровождал свои телесные служения, в том числе и поучениями, и в притчах, в словах, в каких-то заповедях Господь везде, и всюду с содержанием жизни человеческой стоял во главу угла не хлеб, а всякое слово Божие, да, как Он ответил сатане, да, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божиим. То есть это мы тоже читаем в Евангелии. Поэтому здесь Он, если за хлеб отвечала Марфа, то за слово Божие отвечала Мария. И здесь Он это сразу тоже поставил на свои места и сказал, что это тоже важно. То есть не надо только о хлебе насущном думать, но еще и о слове Божьем. Ну и недовольство Марфы, оно чем еще может быть опасно? Оно приводит к ропоту к Богу, да? Здесь получается даже, она так в образе старшей сестры начала Господа укорять, тебе что, вот дела нет, да? Ну да, она, собственно, стала указывать самому Богу. Но неужели сам Господь не видит, что происходит? То есть она стала, вот в голове не укладываться, как можно Богу указывать, так, Господи, хотя это часто у нас происходит. Вот в данной ситуации в чтении Евангелия мы говорим, ну действительно, как же она так могла себя вести? А сами мы в жизни, Господи, ну что же такое-то? Вот почему это происходит так? Ну да, то есть наше недовольство людьми, оно приводит тогда к недовольству Богом. То есть почему-то меня вот с ним свез, с этим человеком, например, да? Да, да, вот что, лучше бы он там не родился, чего он вот мне тут вредит и вредит всю жизнь, да? И это, опять же, ропот на людей переносится на Бога, этот же ропот. И в этом мы видим своеволие человека, гордыню и самомнение. То есть мы видим, что сам человек себя ставит выше Бога и выше его промысла о спасении, выше промысла о движении этого мира. Ну, как Петр сказал, Господи, да не ходи-то в Иерусалим, что, если тебя там будут мучить и убьют, зачем? Нет, не пойдем. Это же тоже такое восстание на Бога было, Петра, хотя и по любви вроде бы как, да? С благими намерениями. Но как Господь ему отвечает? Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь, что человеческое, а я думаю, что Божье. То есть мы все-таки в своем человеческом размышлении и каких-то подходах человеческих мы забываем о Божьем размышлении, о Божьем подходе. Вот этого не надо забывать. Здесь мы тоже видим удивительно, когда Господь сказал ей дважды, Марфа, Марфа. Почему Господь вот так вот дважды ее имя произносит? Ну, наверное, знаете, как мы тоже окликаем, когда человек чем-то увлечен. Ну, например, в компьютер кто-то играет, его там зовут, там, ну, Петя, Петя, там, Петя, там, там, не дважды, там и пять раз, и десять раз могут окликнуть. А человек все равно вот в этом своем страстном таком игровом, так сказать, забвении, он не слышит ничего. И здесь, наверное, так же Господь окликает дважды, чтобы ее выдернуть, как бы, сознательно из этого состояния ропота и одернуть ее, чтобы она поняла, перед кем она стоит. А может быть так, Марфа, Марфа, ну что же это? Может и с укорением, да, таким вот укором, легким, скрытым в этом так, Марфа, Марфа, да, а может быть все-таки, чтобы Марфа, Марфа, то есть, интонацию Евангелие не передает, и здесь мы можем и такую интонацию этим словам придать, и такую, но и та, и другая, они, я думаю, вошли в слова Божии, потому что они, и та, и другая интонация, они здесь насущны для Марфы, потому что ее надо и отдернуть было, чтобы она очнулась от своего вот этого суетного забвения и вспомнила, перед кем она стоит, а во-вторых, конечно же, и укорить ее, чтобы она чуть-чуть все-таки почувствовала укор совести. То есть Господь, Он во многих местах Священного Писания обращается дважды к тем или иным людям. К Петру, да, Симон, Симон, вот Сатана просил сеять. Да, и там апостолу Павлу, Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна, да, ну, я всю фразу не буду цитировать, или там Моисея пророку так же, или там Самуилу пророку. А потом Аврааму, когда вот этот самый момент, когда он принес сына в жертву, да? Да, он уже замахнулся, чтобы его принести в жертву Господа своего сына, сына Исаака. А ангел ему Авраам, Авраам, да, то есть так же дважды его одернул и остановил. То есть вот мы видим, что все-таки... Включилось в каких-то моментах, да? Да, наверное, одного призвания недостаточно для человека, чтобы остановить его в каком-то вот разжении, в таком-то вот уже состоянии души. То есть его нужно сначала окликнуть, а потом еще раз окликнуть, чтобы он все-таки переключился. И Господь, зная нашу немощь, вот он дважды обращается к нам. Потому что, ну, мы знаем, что Господь трижды может обращаться. Ну, например, того же Иуду Господь дважды спас от петли. То есть сначала веревка оборвалась, когда он хотел повеситься, потом сучок сломался, только на третий раз он все равно настоял на своем. То есть здесь тоже дважды фактически Господь его призывал. И, ну, третий раз уже сам человек берет на себя свою волю исполнения, ответственность берет на себя. Поэтому здесь мы видим также, наверное, вот этот вот тройной такой призыв. Ну, не будем брать Иуду, возьмем наших праведников. Вот удивительно, что Господь, когда обращается к Моисею, в этом Неаполиновом купине, да, тоже он его Моисей, Моисей дважды. И вот в других случаях, и вот удивительная реакция в такие вот моменты, да, Господи, вот, то есть Господь к нему обращается, и он говорит... Да, Господи, но тут человек как бы очнулся. Да, говори, ибо раб твой слышит. Да, я слышу, я слышу, что ты хочешь. Удивительно, как они так вот слышали. Ну, во-первых, мы понимаем, что там голос был не только внутри, но и снаружи звучал, то есть они еще и ушами слышали этот голос. Тот же Самуил, будучи юношей, он еще, он прибегал и спрашивал, вот меня зовет голос, да, к своему... Иль, Иль, да? Да, да, что-то, что такое. Он сказал... Сказал, не спи. А потом все-таки сказал, ну, спроси, чего он хочет. То есть этот голос был действительно наяву, не просто внутренний голос, но и внешний голос. И второе, конечно же, они были настолько чистыми сердцем, что они могли так дерзнуть, да, Господи, скажи, что ты хочешь от меня. То есть удивительным образом внутри... Удивительно, что они, значит, были готовы к исполнению, да? Да, да, да. Вот внутри у них такое было устроение, души, что они не сомневались, а есть Бог, нет... То есть у них даже мыслей таких не было. Да, Господи, что ты хочешь? То есть это вот как мы сейчас разговариваем здесь. Да, да, нет, нет. Остальные от лукавого. Вот так же и здесь. Они четко понимали, что Господь их призывает и четко спрашивали, что ты хочешь, Господи? То есть насколько в этих словах мы видим твердость веры и несомненное, что я говорю с Богом, слушаю Бога. И мало того, еще в этих же словах виднеется то, что он готов, каждый из этих людей названных, готов исполнить, что Господь говорит. Да, Господи, я готов, что ты хочешь. Вот это, конечно, нам такое, ну, показывает устроение души, нам такой пример, яркий пример, как мы должны себя, вот, выстроить наши отношения с Господом. Ведь часто в каких-то ситуациях мы спрашиваем, ну да, а что я-то хочу в этой ситуации? Ну вот того-то, а что там человек хочет в этой ситуации? Того-то, это второй шаг. То есть мы сначала личную выгоду, да, рассматриваем? Первое, это про себя думаешь, так, о чем мне-то надо в этой ситуации, что-то такое вот, да? Потом думаешь, ну, если человек, так сказать, более развитый, он спрашивает, начинает думать, а что же другому человеку нужно? И только лишь духовный верующий человек спросит, а что Господу-то нужно в этой ситуации от меня и от этого человека, с которым сейчас происходит эта ситуация? То есть мы, вот эти три ступеньки, не каждый проходит, большая часть на первой ступеньке останавливается. Так, мне нужно то-то, 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 все, а что там этому нужно, мне не важно, это сам он пускай разбирается. А уж что нужно Господу, даже не задумывать, даже мысль такая в голову не приходит, к сожалению. А надо с нее начинать. И вот в этих случаях, где Господь призывал и разговаривал с людьми, мы видим, что они не про себя думают, а сразу говорят, да, Господи, что ты хочешь. И это нужно поставить во главу. Это первая мысль, которая должна в каждом из нас быть, когда какая-то ситуация с нами происходит. Нет того, чтобы знать волю Божию, что Господь хочет, нужно Евангелие читать, да? Так, откуда знаешь? Ну, действительно, мы должны на что-то опираться в своих размышлениях, в своих каких-то действиях. То есть, для этого Господь, собственно, нам Евангелие оставил через апостолов, через церковь. И здесь мы, слушаясь церкви, слушаясь, значит, и апостолов, мы слушаемся Бога. То есть, те фразы, которые написаны в Евангелии, которые хранятся в церковных уставах и богослужениях, мы, эти фразы все взяты из жизни Господа Иисуса Христа. Его фразы взяты. И, естественно, эти фразы нам повторяются, повторяются из поколения в поколение, с тысячелетия в тысячелетие, для того, чтобы каждый из нас, слушая эти фразы, имел возможность их привить себе. Имел возможность, чтобы эти фразы исполнить. Но, чтобы их исполнить, нужно их знать. Собственно, для этого все это и происходит. То есть, послушание церкви и Богу. Мария избрала благую часть. Что есть благая часть? Ну, если в простоте, то вот та ситуация, которая описана в Евангелии, это и есть благая часть. То есть, она сидела и слушала Бога. То есть, она отключилась от всего плотского мира, от суеты его, от каких-то ценностей, от каких-то условностей. Ой, а как же этот человек подумает, а как же мне угодить вот этим людям, как-то встретить. Ей это было все неинтересно, и даже она даже не воспринимала это. У нее даже мыслей таких не было. Она просто слушала Бога. И это однозначно благая часть. Потому что всякий слушающий и слышащий Господа, он уже фактически в Царстве Небесном. Благая часть это не только правильная часть, это и благодатная часть. То есть, благое оно и правильное, и благодатное одновременно. блаженно слышит, то есть, значит, уже счастлива, а не даже потому что она уже приблизилась к блаженству. То, что она слушает, уже счастье. Это уже счастье, потому что, чтобы достичь такого устроения, чтобы слышать слова самого Господа, это нужно очень много потрудиться, и здесь она эту благую часть получила, просто потому что сам Господь к ним пришел в дом. Конечно же, она не могла от нее отказаться, она пребывала в блаженстве слышания Слова Божьего, которого и ангелы с замиранием также слушают и в блаженстве пребывает. Поэтому здесь мы видим фактически сбывшиеся такие вот слова Божьи, блаженные, нищие, блаженные, алчущие и жаждущие правды. Тот, кто жаждет правды, тот, кто нищ духом, вот они блаженны, потому что им Господь обязательно будет говорить и открывать свою волю, и он с ними будет беседовать. Тогда человек становится счастлив и блажен от одного слова Божьего. Ну вот как от одного присутствия там на небе солнышка, уже нам как-то радостно и светло, и тепло становится. И когда нет солнышка, да, как-то вот ночью там или какие-то там, значит, гроза или еще что-то какой-то там, туман закрывает тоже как-то нам не так на душе светло и радостно. А здесь солнце правды само пред нами, и оно с нами общается, и это, конечно, сам Господь. И это, конечно, уже вносит свет и радость и блаженство в нашу душу, одно общение с Ним. на самом деле немногие люди устраиваются, да, вот как Мария избирать благоучастие сидеть у ног Господа. То есть она пребывала в любви, а Господь таких людей Он тоже вот то есть взаимный получается любовь. Господь особо одаривает таких людей. Ну, мы знаем, что самый любимый ученик Господа это Иоанн Богослов. Это его даже называют апостол любви. То есть он везде и всюду говорит о любви. И поэтому был любимым учеником. Конечно же и по молодости своей и по рвению такому усердию служения Господу он также угодил Господу, да, и поэтому был любим им. Ну, и потому что он еще и был девственник как Господь и потому что он любил Бога больше всего и всех и самого себя даже не так любил как Господа. Это все вот в одну, так сказать, копилочку скапливаются все эти моменты и через это он, собственно, и был любим Богом. Так же и Мария. Она выражала свою любовь к Господу, что, так сказать, отключилась от всего внешнего и только его видела и слышала. И видя такую любовь к себе Господь, конечно же, воздаст тем же. То есть старицу и причем воздаст. Вот мы затронули такую тему, да, девственность. Это ведь, наверное, особая, высокая добродетель, чтобы вот молодые люди себя хранили в чистоте. Ну, мы видим, что Матерь Божия она девственница. Мы видим, что Иоанн Богослов девственник. Мы видим, Господь девственник. Мы видим, что все угодники Божии, появившие в чине монашеском, они тоже девственники. То есть не просто так Господь девство поставил во главу угла. Иоанн Предтеча тоже девственник. То есть все великие угодники Божие, их можно перечислять Насколько тоже житий старец читаешь, тоже очень многие были... Девственники. Конечно же, это величайший такой вот подвиг пред Богом. То есть уже самим этим поступком человек отрекается от законов плотской жизни. То есть он уже в самом девстве становится равноангельским, потому что ангелы тоже девствуют. Самое главное не гордиться этим. Но, естественно, гордость, она только осквернит все это, поэтому ни в коем случае гордиться нельзя. Но мы должны понимать, что это один из подвигов, которые также Господь приемлет и который будет обязательно вознагражден. Потому что мы в апокалипсисе считаем, что 144 тысячи девственников, праведников были введены в Господу Царства Небесного. И им особые места уготованы девственникам в Царстве Небесном. Да, так что необходимо хранить чистоту. Можно ли делать и то, и другое о мирском заботиться, и вот и о духовном? Ну, конечно, можно, потому что у нас же душа, она не против тела, а тело не против души, если правильно все выстроено. И так и жизнь, духовная жизнь мирская, они тоже могут друг другу помогать. То есть мы в миру можем делать тоже добрые дела, можем кому-то помогать, кого-то там как-то поддерживать. Или просто выслушать кого-то в миру, кому сейчас сложно, тяжело, одиноко, это уже доброе дело. Но это же в миру происходит, это же не внутри души происходит, это снаружи. Поэтому и телесно мы можем делать добрые дела, и духовно мы также добрые дела можем делать. И это не должно быть, так сказать, в конфликте между собой. Это должно друг друга поддерживать, потому что внешне... Главное, чтобы не заслоняло, да? Ну, конечно. Но, например, если мы постимся телесно, то это поддерживает душу. Если мы молимся духовно, то это поддерживает тело. Вот это как бы... Но первая молитва. Ну, без молитвы, конечно, ничего невозможно сделать доброго. Сам Господь говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. Поэтому прежде чем что-то делать, это надо обязательно помолиться, чтобы Господь это наше делание благословил и помог нам в нем. И тогда все будет уже, так сказать, ну, как вот в данном Евангелии. И Марфа, и Мария сделали добрые дела. Ну, так же и апостолы, они ведь тоже не только проповедовали и больше ничего не делали. Апостол Павел, например, вязал палатки. То есть он вот этим трудом, мирским трудом, он их продавал и на эти деньги сам жил и творил добрые дела. То есть милости не подавал, кормил кого-то. Апостолы, другие апостолы, они служили людям, просто накрывая столы и питая. Немощных, слабых, обезболенных. Хотя они потом тоже свои среды выбрали, да, они сказали, что нам, вот, печься, да, о столах давайте, мы будем заниматься молитвой, а вы вот выберите, кто будет заниматься. Ну, на самом деле, конечно же, это была такая вынужденная мера, потому что, ну, представьте, там по пять тысяч человек крестить. Ну, как это, это же, когда там столы накрывать. Просто там тысячами людей, им же надо рассказать, проповедовать, подготовить и само крещение провести. И поэтому, конечно же, они в дальнейшем уже не могли это совмещать и перепоручили это своим помощникам, деканам, которые, собственно, накрывали столы и прочее. Да, осталось у нас всего полтора минуты. Вам заключенные слова. Как нам удостоится быть под покровом Пресвятой Богородицы? Ну, конечно же, надо вспоминать почаще о Матери Божией, что она Матерь всех нас. И как мы, когда пребываем в каких-то сложных ситуациях, как дети, например, да, они, ой, мамочка сразу воскликивает. Вот так же и здесь мы должны в любой сложной ситуации воскликивать Пресвятая Богородица, помоги нам, или там, спаси нас. Мы тогда будем постоянно под покровом Пресвятой Богородицы, если будем о ней помнить и молиться ей. Ну, а если мы еще и будем угождать ей постом, добрыми делами, хождением в храмы и прочими, то, конечно же, мы будем любимцами Пресвятой Богородицы. Из рода нашего. Да, чего и всем желаю. Да, благодарим, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания.